Событие, которого ждали многие. Итоговая выставка проекта «12 артефактов Брестского областного краеведческого музея». Эта экспозиция никого не могла оставить равнодушным, потому как каждый из 12 экспонатов в проекте сотрудники музея подбирали тщательно. В первую очередь выбирали предмет по его уникальности и связи с историей тысячелетнего города. Если говорить о всех экспонатах, одним словом, они уникальны. И этот проект, который мы готовили в прошлом году, и вот сегодня открывается последняя заключительная, скажем так, итоговая выставка, где посетители могут увидеть все 12 экспонатов разом. Могу сказать, что проект интересен, уникален как концептуально, так и по подбору самих экспонатов. Финальная выставка проекта собрала огромное количество любознательных и небезразличных к истории города людей. На открытии вспоминали каждый из 12 месяцев проекта, после чего всех присутствующих ожидал сюрприз. Костюмированные персонажи разных эпох рассказывали посетителям об истории экспоната, а также интересные факты, связанные с ним. Каждый был связан с двумя предметами и с тем временем, в котором они существовали. Здесь были представлены и самшитовый гребень 13 века из Древнего Берестия, и шахматный король 12-го начала 13-го века, и облачение епископа бостонского метрофана Зноска, и генеральный план крепости 1872 года и другие экспонаты. Мы постарались наше открытие совместить, может быть, с какой-то вот такой особой подачей артефакта, не просто экскурсионного показа и рассказа, а представить предмет могли наши музейные работники, которые перевоплотились в актеров. В прямом смысле этого слова два человека, это были не музейные работники, это отец Сергий, который служит в Свято-Семеновском соборе нашего города Бреста, и главный архитектор Брестской области Александр Жарков. Увидеть итоговую выставку 12 артефактов можно до 31 марта. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.